Основная транспортная артерия нашего города – улица Московская. Отрезок пути в районе центра молодежного торчества. Сегодня дождливый день, поэтому активные работы по укладке асфальтобетона пока не ведутся. Ведется подготовка. Специалисты ДЭП здесь прошлой недели. И когда позволяла погоду, уже уложили часть необходимого полотна в левой полосе. Сейчас же дело за крайней правой. При этом во избежание транспортного коллапса работа ведется планомерно. Сложности для водителей возникают только в пиковые часы, когда количество трафика повышено. На этот год на улицу Московскую выделено было 3 миллиона из средств республиканского бюджета, конкретно Дорожный фонд. Частично работы начали выполняться еще в прошлом году. В этом году планируется масштабная замена асфальта общей площадью порядка 18,5 тысяч метров квадратных. Крупными картами по улице Московской. И замена покрытия на остановках общественного транспорта на участке от ЦМТ до Восточный микрорайон. За исключением остановки Богданчука. Там предполагается строительство торгового центра. И замена покрытия запланировала в составе проекта по устройству торгового центра. Среди основных деформирующих факторов, которые влияют на дорогу, это, конечно же, перепады температур. В этом году зима не была столь холодной, но часто столбик термометра опускался ниже нуля. На дороге влияют и слишком высокие температуры, а также активность дорожного трафика. Работа на Московской – это текущий ремонт. Когда сфрезеровывается старое покрытие, укрепляется основание и производится укладка нового слоя асфальтобетона. К слову, материал, которым покрывают дороги местные и производится на предприятиях региона. Объем работы на этот год масштабный. В настоящее время ведется замена участка от Тришинского кладбища до улицы 28 июля. Снято покрытие, подготовка работы ведется на участке от улицы Шлюзовой до Буганчука. То есть в прошлом году мы там участок от Буганчука до Советской Конституции сделали. Сейчас ведем работу на участке перед этим. И снято покрытие на перекрестке улицы Московская и Партизанского проспекта. В дальнейшем еще планируется работа замена правой полосы, где идет движение общественного транспорта, на участке от улицы Гаврилова, по сути, до улицы Советской Конституции. То есть весь участок. Вместе с тем продолжается и ямочный ремонт. Он ведется на Свято-Афанасьевской улице, Гвоздецкого, Дубровской, Белорусской. Начиная с прошлого года в городе также активно меняют покрытие подъездных путей к остановкам общественного транспорта. У ЦМТ уже готова подушка для укладки гранитного камня. Основные работы по замене асфальтобетона планируется завершить до начала сентября, а по улице Московской до конца июля.